что значит аквариум среднего объема а какой аквариум называют большим стоит ли выбирать внутренние фильтры таких объемов и какой внутренний фильтр подойдет на все эти вопросы вы найдете ответы в этом выпуске это честная покупка поехали аквариумом среднего объема относятся резервуары на 200 300 литров стоит сказать что есть нестандартные аквариумы объем которых 400 литров встречаются редко но все же в целом же любители аквариумисты называют средним объемом аквариумы от 200 до 500 литров давайте и мы будем отталкиваться от этих цифр часто средних размеров аквариумы используют в интерьерах заранее продумывают дизайн комнаты в которой такой объем будет смотреться гармонично стоит сказать что в среднем объеме уже не так резко прыгают показатели воды что благоприятно влияет на аквариумных обитателей если конечно его не перенаселять в аквариумах среднего объема уже по-настоящему можно поиграть с оформлением много места для творчества да и рыбу можно посадить покрупнее аквариум большого объема считаются резервуары от 500 литров пожалуй самый главный плюс таких объемов заключается в том что именно в нем можно разместить крупную диковинную рыбу это может быть аропайма панцирная щука гигантская фрактоцефалус круто смотрится краснохвостый сон псевдоплатистома араванна или вовсе карпы кои но стоит заметить что обустройство больших аквариумов обходится недешево как и ежедневное кормление крупной рыбы как бы там ни было каждый аквариумист сам выбирает что ему по душе честная покупка для аквариумов таких объемов заключается в приобретении внешнего фильтра многоступенчатая фильтрация механическая биологическая и даже химическая не занимает место в аквариуме если не считать двух трубочек и прочее 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 но все же внутренние фильтры для средних и больших объемов покупают тысячи аквариумистов каждый день почему причин много когда в аквариуме плавает крупная рыба и не одна воде практически всегда есть взвесь это касается не только остатков корма но и отходов жизнедеятельности всасывающая трубка внешнего фильтра не всегда помогает поэтому очень часто в таком аквариуме появляется помощник внутренний фильтр внешний фильтр практически не создает течение то есть в аквариумах без внутреннего фильтра вода перемешивается достаточно слабо поддерживать нужную температуру воды сложно большом объеме особенно с одним обогревателем другое дело когда есть внутренний фильтр или хотя бы помпа встречал аквариумистов которые вообще не используют в средних и больших объемах внешний фильтр такое происходит из-за негативного опыта использования так называемых канистровых фильтров когда он попросту потек и затопил всех соседей пришлось не только оплачивать ремонт но и попрощаться со своими любимцами не удивляйтесь но если правильно подобрать внутреннюю фильтрацию аквариумы средних и больших объемов могут успешно обходиться и без внешника давайте познакомимся поближе с внутренними фильтрами которые подойдут большим и средним аквариумом узнаем их особенности и возможности а пока давайте посмотрим на некоторые ваши комментарии прошлому видео а Начнем с самого известного фильтра FAN 3. Вообще, стоит сказать, что фильтры FAN уже очень давно на рынке имеют очень хорошую репутацию. FAN 3 рассчитан на переходящий объем, от малого к среднему. Если быть более точным, то производитель рекомендует использовать в аквариумах от 150 до 250 литров. Максимальная производительность в идеальных условиях 700 литров в час. Компактный, хорошо смотрится в аквариуме. Основная задача это, конечно же, механическая очистка и в качестве бонуса дополнительная аэрация воды. Конструкция фильтра интуитивно понятна и проста. Следующий фильтр, который стоит использовать в аквариумах среднего и большого объема, называется турбофильтр. Уже по внешнему виду понятно, что это не просто внутренний фильтр. Фильтры серии турбо имеют возможности внешнего фильтра, благодаря наличию контейнера. Как видите, в комплекте есть керамический наполнитель, на котором со временем расселяются полезные бактерии. Такой наполнитель будет выполнять биологическую фильтрацию. Также в комплекте есть губка для механической очистки. В контейнере вместо керамики можно разместить любой необходимый наполнитель. Например, уголь, который рекомендуется использовать для удаления из воды красящих веществ. Хлора, ионов тяжелых металлов и остатков лекарственных препаратов. Кстати говоря, к фильтру турбо можно докупить дополнительный контейнер, чтобы совмещать разные наполнители. Все фильтры турбо очень мощные, но оснащены плавной системой регулирования мощности потока. Обратите внимание на необычные присоски у этого фильтра. Они амортизирующие. Подавляют вибрацию, и за счет этого работа фильтра более тихая. Такие присоски можно купить отдельно, и я не раз был свидетелем того, что их используют совсем для других фильтров. Турбофильтр 1000, 1500 и 2000 оснащены керамической осью ротора, что дополнительно влияет на их бесшумную работу. Когда я посещаю зоомагазины и аквасалоны, мне всегда любопытно посмотреть на стойки с рыбой. А точнее на оборудование, которое используется в этих стойках. И вот вам пример. Ребята, которые работают со стойками, знают толк во внутренней фильтрации. Ребята, которые работают со стойками, знают толк во внутренней фильтры. Еще одним великолепным вариантом является фильтр от компании Аквээль Унифильтр. В комплекте которого имеется UV-стерилизатор. О нем я скажу чуть позже, а пока подумайте, зачем в этом фильтре две губки. Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях свой ответ. Скажу честно, я догадался не сразу. Ответ прост. Разработчики позаботились о нитрифицирующих бактериях. Появилась возможность поочередной замены губок, что приводит к сохранению колонии. Гениально, не правда ли? Юнифильтров всего три. Юнифильтр 500, 750 и 1000. Цифра показывает, сколько фильтр за час способен прокачать через себя воды. Но самое интересное то, что Юнифильтр 1000 оснащен дополнительным съемным отсеком, в котором уже находится керамика. Но можно этот отсек заполнить любым другим наполнителем. Ну а теперь давайте поближе познакомимся с UV стерилизатором, которым оснащен этот необычный фильтр. Здесь внутри стоят специальные ультрафиолетовые диоды. Насадка съемная, ее всегда можно снять. Стерилизатор имеет отдельный шнур питания. На первый взгляд это не очень удобно, но зато безопасно. Для чего вообще нужен этот стерилизатор? Ну, во-первых, он помогает предотвращать плавающие зеленые водоросли. Особенно актуально, если в аквариум попадают прямые солнечные лучи. Во-вторых, устраняет бактериальное помутнение воды в аквариуме. В-третьих, это неплохой помощник в удалении лекарственных препаратов после лечения рыб. В-четвертых, профилактирует заболевания аквариумных обитателей. И, наконец, в-пятых, снижает вероятность появления неприятного запаха. Отличный вариант как для простых аквариумов, так и для аквариумов с большим количеством живых аквариумных растений. Как видите, есть из чего выбрать. Не только начинающим аквариумистам, но и аквариумистам со стажем. Каждый из этих фильтров интересен по-своему. Напоследок, хочу вам напомнить про конкурс. Совместно с компанией Акваэль, канал ПАР разыгрывает внутренние фильтры. В каждом видео рубрики «Честная покупка» звучит кодовое слово. В этот раз слово «равно». Составьте из этих слов предложение. Подпишитесь в группу ВК компании Акваэль. Ссылка на группу находится в описании под этим видео. Отправьте сообщение сообществу с получившимся предложением и желаемым внутренним фильтром. Обратите внимание, приз можно получить только на территории Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok